Полку беспилотных проектов Рено прибыло. В один ряд с ранее представленными концепт-карами Изи Гоу, Изи Ультима и фургонами Изи Про и Изи Флекс стала новая машина – Изи Под. Пятый по счету автомобиль стал самым миниатюрным. Создатели сравнивают его с электрическими скутерами и велосипедами, поэтому Изи Под – это транспортное средство с ограниченной скоростью для коротких поездок, условно для первой и последней мили путешествия. По замыслу, Изи Поду должен быть как минимум доступен въезд в пешеходные зоны, а как максимум при ограничении скорости до 6 км в час даже внутрь зданий и сооружений, например, чтобы перевозить пожилых людей или инвалидов. Изи Под построен на шасси вполне серийного микромобиля Твизи и даже использует такие же сидения с покрытием из структурированного пластика. Других технических подробностей Рено не сообщает, но примечательно, что Изи Под не называют концепт-каром, а значит, машину ждет опытная эксплуатация. Новый паркетник Фольксвагена на нашем рынке будет называться Тару. Известие об этом распространил не головной и даже не российский офис марки, проговорились аргентинцы. На пресс-конференции о переоснащении завода Фольксваген Аргентина местным журналистам показали карту локализации нового кроссовера. Оказалось, что в США и Аргентине модель будет называться Тарек, а в Китае и России Тару. В Китае такая модель уже продается. Там, построенный на платформе MQB, Фольксваген Тару технически представляет собой перелицованный компактный кроссовер Шкода Карок. Только китайская версия Карока длиннобазная, а в России мы ждем европейский вариант с колесной базой 2 метра 630 миллиметров. К концу нынешнего года Шкода Карок станет на конвейер группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Субтитры создавал DimaTorzok